Добрый день! Сегодня речь пойдет о приложении для знакомств Pyo, но оно не простое, а расписное. Это приложение для секс-знакомств. Пусть вас это не пугает. Расскажу кратенько о нем. Первая часть – мои впечатления как пользователя. Я очень краткое время там сидела. Вторая часть – мои комментарии к интервью создателя Pyo, которые легко найти на YouTube. Ну, для тех, кто торопится, могу сразу сказать, что парням я это приложение не рекомендую, так как это пустая трата денег, ну, на мой взгляд, а девушкам рекомендую. И дальше я объясню, почему. Итак, для начала. Надо отметить, что в этом приложении довольно многое направлено на вашу конфиденциальность, на то, чтобы никто не узнал о вас лишних данных. В том числе там, например, не обязательно указывать возраст. Я считаю это плюсом, поскольку на Тиндере, когда я сидела, там было в основном люди моложе меня, а меня это смущало. Многие воспринимали меня как какую-то старую. Некоторые люди выглядят старше своего возраста, вернее, ментально они старше своего возраста, им интересно с теми, кто старше. Некоторые люди, наоборот, выглядят моложе и стремятся к общению с молодыми. Поэтому то, что возраст указывать необязательно, это дает людям больше возможности и помогает избежать эйджизма. Далее, там необязательно вставлять фотографию. Я вообще дам совет такой. Можно в идеале делать свое фото ставить, но то, которое у вас не находится в других соцсетях и сайтах. Так вас не смогут найти, не смогут про вас найти лишнюю информацию, но при этом будут видеть, как вы на самом деле выглядите. Но здесь вот эта вот анонимность уже граничит с чем-то другим, потому что создатель Пио говорит, что скоро там не будет фотографий, их заменят какими-то аватарами. И в этом уже есть что-то странное, потому что что это за сайт знакомств, где нет реальных фотографий? И вообще, что это за сайт знакомств, где нельзя обменяться контактами, нельзя написать возраст? И дальше я добавлю главное про ники. Когда я там зарегистрировалась, я не понимала, под каким ником меня видят другие люди. Я думала, что я что-то упустила в настройках. И я напрямую в беседе спросила одного парня, как меня, собственно, зовут. На что он мне ответил, что меня в переписке зовут Заоблачная Русалка. Парней всех в свою очередь звали там Мистический Шаман, Заоблачный Эльф. Я еще удивлялась, зачем они берут такие ники. И мне объяснил человек, что просто программа сама при появлении мэтча задает вот такие ники. Но мне это не нравится, потому что у меня есть имя. Может, я хочу общаться под своим именем. Или там, ладно, я скрываюсь, я хочу быть вот Элеонорой. Но я не хочу быть Заоблачной Русалкой или Зломным Гномом. Почему вообще программа дает мне имя? И что это за дейтинг для знакомств, где не будет фотографий, не будет имен, будет полная анонимность? С таким же успехом создатель мог сделать себе просто симуляцию в сим-соиграть. То есть люди там, по-моему, нужны только для того, чтобы платить. Продолжим. Да, приложение бесплатное для девушек, а вот мужчины там платят. Причем платят не 100 рублей, а, по-моему, минимум 800. Ну, для девушек в этом есть плюсы. Во-первых, человек, который заплатил, он уже не будет писать всякую ерунду, типа, привет, как дела, чё, как. Он уже хорошо подумает, что написать, чтобы достигнуть своей цели, чтобы продуктивно пообщаться, чтобы заинтересовать женский пол. Во-вторых, там все, знаете, очень вежливые, очень культурные. Ну, или это другой реально контингент, какие-то принципиально новые люди, в чем я сомневаюсь. Или, что более вероятно, они просто не хотят, чтобы на них жаловались, чтобы их банили, потому что, опять же, они заплатили деньги, им это совершенно неинтересно. Но, естественно, для девушек это плюс, потому что все девчонки, мы знаем, на какой-нибудь там, на мамбе вежливо напишешь человеку отказ, а он тебе пишет, пусть гнилые лоси терзают твои телеса, пусть твоих детей затопчут бешеные кабаны, и пусть там, не знаю, на твоей могиле совершают дефекацию сумасшедшие пираты, ну и всякое в таком духе. Здесь этого не будет. Надо сказать, что у меня было написано в анкете, что я не ищу встреч, у меня есть партнер постоянно, это правда, и я просто общаюсь. Я понимаю, что, конечно, это может людей смутить и вызвать даже злость, потому что они там с другой целью. Но, несмотря на это, все люди мне дисциплинированно отвечали на мои вопросы, хотя и не касались ни секса, они были довольно скучными, типа, как давно вы в этом приложении, как вы знакомитесь, кого вы ищете, но они все мне вежливо, культурно отвечали, никто мне не послал. Один единственный человек, которому не понравилось, что я не хочу встречаться в реале, просто молча вышел из беседы и удалил ее, вот и все. Ну, и также из-за того, что люди платят денежку, в приложении нет откровенно малоимущих молодых людей, приезжих, которые работают на рынке, там, каких-то безграмотных совсем. Этого нет, это тоже плюс для девушек. Дальше расскажу такую интересную историю с сайта, две даже истории. Ну, первая история, коротенько, суть в том, что мне написал один молодой человек, написал, что он ищет свои предпочтения, прислал пару фотографий, указал, кстати, что он прочел мой анкет, что он не против просто общения. И также у него была там такая фраза, а вот интимные фото пришлю по запросу. И такие звездочки красивые. Меня это прям вот проняло, то есть человек настолько вежлив, он понимает, что нельзя не только там дикпики, а даже обнаженный торт без спроса слать. И это очень здорово, потому что несколько лет назад, но я еще была моложе, и мне в личку там вконтакте, в любом сайте знакомств слали всякие дикпики там, без всяких запросов. А еще, когда мне было 15, и интернет был по карточкам, очень давно это было, ну так вот, мне писали вообще всякие 30-летние женатые мужики, всякую дечь писали, а теперь вот за такой даже сейсмус. То есть это показатель того, насколько меняется интернет. И даже я вот почувствовала себя напьёк какой-то отставшей, бестактной, что вот есть такие вот, оказывается, вежливые молодые люди, которые там по запросу присылают. Я была удивлена. И вторая история была интересна про доставку. Молодой человек, мы с ним беседовали, он сказал, что он, как и я, предпочитает знакомиться вживую. И тогда я спросила, а как ты думаешь, что вообще люди делают на этом сайте? Он говорит, я не могу сказать за всех мужчин, но относительно девушек у меня есть теория, что это работает как доставка. То есть ты заказываешь доставку, там есть красивая картинка еды, тебе надо только оплатить, но ты зато не очень влияешь, что тебе привезут. Тебе могут привезти какие-то несвежие макарошки, там пересоленные, протухшие, слипшиеся. А есть другая история, когда ты сам идешь на рынок, выбираешь фрукты, овощи, мясо, сам готовишь. Это более трудоемко, но зато ты полностью влияешь на результат. Ну, исходя из этой логики, если мы говорим о доставке людей в свою жизнь, то получается, что человек более здравомыслящий, с более активной жизненной позицией, как раз будет знакомиться вживую. А не заниматься вот этой доставкой, тем более каких-то полностью анонимных кадров в свою жизнь. Тем более, если речь идет о контакте тела к телу. Далее, я пыталась эту мысль про овощи сфотографировать, потому что она мне понравилась. Так я узнала, что в пью нельзя делать скриншот. Это еще один плюс к анонимности и безопасности. Мне вылезло такое предупреждение, а я не делаю скриншоты. Ну, что я могу сказать. Если человек прям какой-то маньяк и сталкер, он найдет технический способ сфотографировать ваши фотографии, ваш текст. Хотя бы возьмет другой телефон и сфотографирует экран этого телефона. Элементарно. Но просто там из хулиганства, чтобы докопаться до вас, обычный человек, конечно, на этом этапе обломится, успокоится и не будет уже ничего делать. Теперь перейдем к интервью создателю пью. Его можно посмотреть на ютюбе. Заранее говорю, идет оно полтора часа, и оно настолько перенасыщено всякими терминами из бизнеса и техническими, что я не претендую на то, что я его целиком поняла. Это для людей помнее, чем я реально. Ну, бывает, сталкиваешься с такой информацией. Ну, давайте обсудим то, что меня из этого зацепило. Во-первых, создатель пью высказывал такую довольно радикальную мысль, что лет через 15 секс станет уделом маргиналов. То есть обычный секс, контакт тела к телу станет уделом людей каких-то нищих, которые за чертой цивилизации, а все культурные люди будут заниматься этим через приложение. И с помощью всяких девайсов будут звонить друг другу, управлять девайсами друг друга через приложение. Вот как-то так, надев еще VR-очки. Ну, конечно, это очень такое смелое высказывание, потому что так под маргиналов попадают не те, кого мы традиционно считаем маргиналами, типа бомжей, а так маргиналом становится любой не сверхбогатый, который не хочет себе покупать VR-очки за 36 тысяч. Ну, то есть довольно спорное, конечно, высказывание. Да и вообще очень спорно, что многие люди, особенно те, кому за 40, за 50, готовы обменять вот живой контакт вот на эти непонятные анонимные созвоны. Далее он произнес такое мнение, у него спросили, почему вы не хотите создать дейтинг для серьезных отношений. Он ответил, что на его взгляд серьезные отношения это вообще история, когда один человек более слабый, более убогий, вцепляется в более перспективного и вот называет это серьезными отношениями. Ну, тут я в некоторой степени согласна с ним, но я осознаю, что это очень многим людям не понравится, особенно женщинам такое отношение. И еще он что-то говорил в том духе, что он хочет создать приложение, успех которого не будет зависеть от пользователя. То есть не узнавая портрет пользователя, не собирая данные, кто пользователь, как часто он туда заходит. Я не очень разбираюсь в маркетинге, в IT, но мне это кажется какой-то бредовой идеей. Далее там обсуждалось, как они борются с проституцией. Ну, они хотят сказать, чтобы он, вернее, говорил, создатель Пьё говорил, что он хочет убрать обмен полностью контактами, чтобы люди могли только внутри этого самого Пьё созвониться без определения номеров. Ну, что я могу сказать? Ну, хорошо, они созвонятся, а как только состоится реальная встреча, девушка заломит цену. То есть невозможно бороться с проституцией, на мой взгляд, и кто хочет, все равно будет этим заниматься. Далее надо отметить, что в интервью звучало в приложении только 30% девушек. Это вот информация для парней. То есть за них высокая конкуренция. Почему это так? У нас, в принципе, в стране девушки не считают нужным с кем-то знакомиться. Они считают, что должны знакомиться с ним. Что это я буду заходить на какой-то дейтинг и создавать какую-то анкету, писать себе, свои фотографии выставлять, да? И потом девушки все-таки ищут чаще серьезных отношений, романтических, они не ищут секс-знакомств. Девушка ищет секс-знакомств, вот это когда она в баре выпила 12 мартини, но ей в этот момент не нужно приложение, и надо просто подойти к кому-то и упасть на него, и все состоится. Поэтому сделаю выводы. Мужчинам я приложение не рекомендую, потому что там мало девушек, там надо платить непрерывно. Только если вас не смущает конкуренция, и у вас есть лишние деньги, ну, пожалуйста, можете попробовать. А женщинам я бы рекомендовала, да, это очень удобно. Там низкая конкуренция, мало девушек, тем более мало девушек с настоящими красивыми фотографиями. Там полно мужчин, они никакие не извращенцы, они просто много работают, им некогда знакомиться. Перспективные работящие люди, не нищие, так что то, что ищут женщину, собственно. А то, что там это секс, знакомство, не надо этого бояться, потому что мужчины везде ищут секса, и на Тиндере, и на Баду, там и в клубе садоводов, и в передаче «Жди меня». Они везде это ищут, поэтому вы вообще ничего не потеряете, если пойдете сразу на пью. Вот это все, что я хотела сказать. Удачи всем в знакомствах. Если вы испытываете с этим проблемы, пишите, разберемся. Субтитры сделал DimaTorzok